Нам удалось поговорить с одним из бойцов Альфы, который брал Дом культуры. Мы сосредоточились вдоль стены, маленькими группами проникли через эту дверь. Дальше пошли по движению по своему маршруту. Ну, страшновато было? Нет людей, которые ничего не боятся. Внимались быстро, медленно? Медленно и тихо, чтобы не было заметно. Потому что команды на штурм еще не было. Демаскировка наших действий. Привела бы к активизации действий боевиков. Чего нам нельзя допускать до начала штурма. Эта дверь была закрыта? Мы ее открыли, зачистили вверх помещения. И проникнув в это помещение, вот здесь в районе туалета, обнаружен был террорист, уничтожен из бесшумного оружия, чтобы не демаскировать. Создали себе здесь позицию. Это наш исходный рубеж перед штурмом. Отсюда мы должны были штурмовать. Мы маршрут свой знали от и до. Знали все помещения. Единственное, мы не знали, естественно, на данную минуту, кто из террористов где находится. Потому что они могли куда-то выходить, заходить. В нашей группе было, ну, каждой группе была поставлена определенная задача, в каком секторе она работает, организованная взаимодействие между группами. Наш сектор был вот это фойе, комната, где велись переговоры, и зрительный зал, вход сверху, слева в портер. Мы были готовы к любой неожиданности, к любому изменению обстановки. Все были сосредоточены, готовы работать по-боевому. Здесь уже шуток не бывает. Ворвались сюда. Здесь света не было, здесь была темнота сплошная. И вышли вот на тот рубеж. Кто шел чуть сзади, зачистили вот эти помещения. Вот эти вот, да? Ну да, вот эти вот все двери. Здесь уже все происходило очень быстро. В течение буквально нескольких минут мы дольше идем, чем была сама ситуация. Встретили огневое сопротивление со стороны колонн. Вот оттуда? Ну да, вот где колонны, две огневые точки. Ну в темноте видно только были вспышки панам. Отработали одиночными выстрелами. И в это время вот с этой стороны были произведены также панам очереди и кинуты гранаты. Ручная? Ручная граната, произошел взрыв осколком раннего начальника отдела. Мы пытались ворваться вот в это помещение. Вот сюда, да? Да, это как раз где террористы давали интервью. Угу. Панам был открыт изнутри помещения огонь. Автоматически? Автоматически. Помещение сложное. Попытавшись уничтожить их из стрелкового оружия, здесь вот такой угол, это практически не получилось. Пришлось применить гранату. Потом ворвались в помещение, обнаружили убитых двух террористов. Один был в респираторе. Там в углу начался пожарный на применение гранаты. Вот мы их вынесли сюда. Здесь осветили лица. Один из них оказался Бараев. Здесь дверь была закрыта. Было самодельное взрывное устройство, устанавливаемое на двери. Его ликвидировали. Зашли в зал. Здесь находилось, вот буквально на этом пятачке, два террориста и одна смертница. Да их можно по-разному называть. Они видят, что кто-то вырывается, пытаются что-то пошевелиться. В это время одиночные выстрелы, они были уничтожены сразу. Чтобы они не успели ни нас поразить, ни заложников, ни привести в действие взрывные устройства. А огневое воздействие со стороны террористов в зале было по вам или они не успели? В нашей группе не было с этой стороны. Но я знаю другие группы, что они встретили взаимодействие и на сцене, которые с той стороны заходили, и справа. Здесь непосредственно по нам не успели открыть огонь. Часть заложников уже пришло в себя и пыталась даже вставать, что-то делать, оказывать помощь и так далее. Но, видев эту ситуацию, сразу была дана команда на эвакуацию заложников, чтобы спасти их жизни. Ну, мы начали вот с этого заднего ряда. Вот эти ряды. Вот этот ряд, вот этот. Потому что с той стороны уже группы подошли, также самостоятельно вошли в зал. Практически при накладении в зал было одновременно, и со всех сторон, и в том числе и на билетаж. Каждый начал работать в своем секторе, не мешая друг другу. А вы помните, кого вы взяли, вытащили кому-то после жизни? Ну, в лицо я вспомнил. Одна девушка, одна девушка мне даже на улице, она пришла в себя и сказала, что ее зовут Таня. 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 Продолжение следует...